Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики А-Маркетс». И с нами сегодня наша коллега из Москвы, трейдер и управляющая активами Наталья Поспелова. Наталья, приветствуем вас! Добрый день, Игорь! Приветствую всех коллег! Как начался сегодняшний день у вас? Что интересного, на что смотрите? Ну, самое интересное – это киви, то, что у меня есть. Самый щедрый сегодня с утра. Я понял. Рады будем посмотреть и применить этот опыт работы. Открываю демонстрацию. Есть картинка? Да, видим хорошо. Хорошо. Ну, тогда начнем по традиции с евро. По евро сегодня мы видим спад. В 9 утра у нас сегодня мы по Германии. Индекс потребительского доверия. Он оказался ниже прошлых значений и даже ниже прогнозируемого значения. И это силы, конечно, у нас евро не добавит. Также из факторов, способных повлиять на волатильность, нас ожидают выступления представителя ЕЦБ МЕРШа. А еще в американскую сессию выйдут данные по США. Заказаны товары длительного пользования и заказаны капитальные товары без учета оборонных и авиационных. А поскольку приобретение этих товаров обычно предполагает крупные вложения, то это, конечно же, повлияет на экономику США. Прогнозируются данные лучше предыдущих значений. И если реальность совпадет с прогнозом, мы можем увидеть укрепление доллара. Ну и, соответственно, ослабление евро на этом фоне. А в 18.30 нас ждет выступление представителя ФРС Дейли, речь которой тоже может спровоцировать некую волатильность по евро. Так что я жду евро вниз. Я, конечно, еще не развернула позицию. А, нет, развернула уже. Развернула, все, я стою вниз по евро. Британский фунт. По фунту у нас мы видим похожую картину. 1,2741 мы не пробили. Рост фунта сдерживается политической неопределенностью в Великобритании. Все внимание сейчас приковано к выборам премьер-министра. Главный фаворит гонки за кресло премьер-министра Борис Джонсон. В очередной раз снова подчеркнул намерение покинуть Евросоюз к 31 октября. Будет сделка или нет. То есть как бы это тоже не добавляет нам радости. По новостям у нас сегодня ожидается слушание отчета по инфляции и выступление Марка Карни. Это вот уже в 12 часов будет. Ожидается, что Карни тоже заявит о необходимости экономического стимулирования экономики. Смягчение монетарной политики. Ну так же, как это уже сделали руководители крупных центральных банков. И если ожидания оправдаются наши по этому вопросу, то опять же мы увидим фунт вниз. Особенно на фоне вчерашних заявлений главы ФРС Пауэлла о том, что голубиная политика Федрезерва не является прямо с такой уж голубиной. Так что по фунту я тоже вниз. Ждем отката. Еврофунт. Ну, Еврофунт у нас, опять же, никак у нас не пробьет отметку 80. Так, сколько у нас тут? 89.72. Вот никак он ее не хочет пробить, хотя это и не является вроде бы таким уж уровнем. Ну, я думаю, что все равно выше мы пойдем. Но от скорости этого похода, скорость этого похода будет зависеть от динамики евро и от динамики фунта. Кто быстрее? У меня пара есть в работе, стою вниз. Австралийский доллар. Австралийский доллар у нас снова подбирается к сильному уровню 0,7. Вот сюда. В прошлый раз, 7 июня, у нас была неудачная попытка его пробить, после чего пара, в общем, сильно отскочила вниз. Сейчас так же маловероятно, что мы пробьем этот уровень, потому что ситуация с уровнем безработицы в Австралии никуда не делась. Заявления резервного банка о троекратном снижении ставок до конца года были тоже вполне четкими. Я свою позицию по австралийцу уже перевернула. Но, в принципе, можно подождать теста уровня 0,7. Думаю, что пунктов на 30 он еще сходит наверх. Во всяком случае, может. Новозеландец. Сегодня на азиатской сессии Резервным банком Новой Зеландии было принято решение оставить процентную ставку на прежнем уровне. Однако в сопроводительном заявлении и в ходе пресс-конференции руководство Центрального банка Новой Зеландии указало на охудшение ситуации с занятостью и с инфляцией. А это намек на возможное в дальнейшем снижение процентных ставок. Пока у меня пара сейчас держится вверх. Дотейка уже недалеко. Это 66,91. Впереди психологически важный уровень 0,67. Вблизи этого уровня то также располагается отметка в 50% по FIBA уровням. Поэтому на локальном максимуме как только сработает тейк, в принципе, можно сразу же брать пару вниз. Но во всяком случае, вот при моей торговой стратегии это достаточно безопасно. Далее японская иена. Доллар иена у нас восстанавливается от минимумов. Вполне возможно, что пара отыграла движение, которое спровоцировал Федрезерв своими заявлениями о потенциальном снижении ставок. Вчерашние неоднозначные заявления Пауэлла тоже притормозили падение доллара. Оказывается, в американской экономике не все уж так ужасно, как говорилось нам еще буквально неделю назад. И не стоит прям так реагировать на изменения отдельных экономических показателей. Ну и как минимум ФРС продолжит оценивать ситуацию и придерживаться осторожного подхода к снижению ставок. А сейчас у нас все внимание направлено на предстоящий саммит Большой Двадцатки, на котором ждут встречи Си Цзиньпиня и Трампа и возобновления переговоров между ними. Ну а также перемирия в торговой войне. А сейчас на пару могут сильно повлиять какие-либо события, касающиеся Ирана. Трамп уже предупредил Иран о том, что не стоит ему прям атаковать, если ему вздумается атаковать что-нибудь американское, то ждать его будет жесткий силовой ответ, ну вплоть даже до уничтожения самого Ирана. Конечно, вероятность этого события крайне низкая, но мало ли что бывает. Вот, например, живой пример Грузия, конфликт на пустом месте, так что все возможно. Но сейчас пока пара вверх стоит. Ну я ее так и держу вверх, уже достаточно давно длинная позиция. По обзору все. Игорь, вам слово. Спасибо большое, Наталья. Давайте посмотрим на вопросы. Гость не новый пишет. Как глубоко вниз ждете по евро цели? Цели по евро. Сейчас глянем, что у нас по целям. Ну, у меня достаточно низко тейк стоит, но я думаю, что ближайшая цель это где-то... Ну, 1.13. Это ближайшая. А там посмотрим. Игорь, вы здесь? А в пипсах это сколько получается, если 1.13? В пипсах. Так, от текущих уровней. Сейчас глянем. Ну, где-то в районе 60. Ясненько. Поняли вас, Наталья. Спасибо вам большое за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо. Всем удачи. Всем хорошей волатильности. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok